Его надо заполнить. Лето 2021 год. 4 июня в штате Аризона, США устанавливается температура 42 градуса. Разгорается пожар, который выжигает 73 тысячи гектаров и разрушает 52 здания. 3 июля. Беквуд, Калифорния. Температура 36 градусов. Пожар выжигает 42 тысячи гектаров и разрушает 33 здания. 4 июля. В канадском Литтоне под 33 градуса. Количество пожаров насчитывает 180 очагов. Появляются 2 смерти. За неделю до первых огней температура достигала 48 градусов. 8 июля. Афины, Греция. 34 градуса. 56 очагов пожара. Жители покидают дома. Отключают электричество. 16 июля. Мерсин и Хатай, Турция. Аномальная жара 39 градусов. Пламя охватывает 80 гектаров земли. 25 июля. Сардиния, Италия. 36 градусов. 20 тысяч гектаров. Эвакуировано полторы тысячи человек. 4 июля. Продолжают разгораться пожары в Якутии, Россия. 34 градуса. Которые к сентябрю выжгут под 9 миллионов гектаров земли. Как вы понимаете, это далеко не все пожары, которые прокатились по миру этим летом. А пожары – это самые явные последствия глобального изменения климата. Да, из прошлых выпусках вы помните, что земля нагрелась в среднем на 1,1 градус. Но до сего момента мы выпускали важную часть. В среднем это не значит равномерно. Точное глобальное потепление выглядит так. Где-то есть участки и 2 градуса, а где-то приближаемся и к 3. И на всем земном шаре есть только одно небольшое пятнышко в Северной Атлантике, где чуть даже охлотились. А в целом мы нагреваемся все. И когда мы говорим все, это прям реально все. И вот даже небольшое увеличение температуры приводит к колоссальным последствиям. За последние 40 лет температура в Калифорнии выросла примерно на 2 градуса, а количество осадков снизилось примерно на 30%. Затяжная засуха и экстремальные явления, такие как волны жары, которые синхронизируют риск пожара на огромных территориях. Изменение климата увеличивает площадь, сгоревшую от обычных лесных пожаров, более чем вдвое с 80-х годов. Начиная с 1930 года, 5 из 10 крупнейших пожаров произошли в этом году. 2020-й поставил антирекорд, когда за последние 90 лет в Калифорнии произошли 5 пожаров из топ-10 по масштабности, включая топ-1. Тогда западное побережье США поставило антирекорды как по очагам пожара, так и по сожженным площадям. Или вот еще. Великолепная и одновременно ужасная инфографика. Если составлять топ самых масштабных пожаров на Калифорнийской земле, то вот столько выжженной земли оставили участники этого чарта за 67 лет. Но это уже в прошлом. Приближаемся к нашему времени. Вот столько сожгли за 19 лет. Иииии 2020-й! Абсолютный рекордсмен, который за один год нагнал 19-летний план. А сравнивать с прошлым совсем не хочется. Текущий 2021-й, к счастью для США, антирекорды не поставил, но стабильность продемонстрировал уверенно. А теперь вспоминайте вот этот выпуск, в котором мы говорили, что любое событие в стране имеет экономический эффект. Иными словами, все можно перевести в деньги, даже человеческую жизнь. Как бы аморально это ни звучало. И из этого выпуска вы знаете, что так называемое выбытие из жизни человека по причине ДТП обходится в стране в 9 миллионов рублей. А общий экономический ущерб составляет под 4 триллиона рублей в год. Это где-то 50 миллиардов долларов. И, как вы догадываетесь, эффект от тысячи гектаров полыхающей земли тоже можно перевести в деньги. Ведь настоящий ад на земле как-то, да влияет на нормальный ход экономики, да и жизни. Давайте еще раз посмотрим на площадь самых масштабных калифорнийских пожаров по годам. И что если? Я вам скажу, что общий размер ущерба составляет 148 миллиардов долларов. Чуть меньше процента ВВП всей страны. А знаете, что еще стоит ту его кучу денег? Разработка мобильных приложений. Приличная приложуха в традиционной разработке обойдется бизнесу минимум в один мульт. Но есть альтернатива. Зеро-кодинг. Уже сейчас можно создавать приложение, не написав ни единой строчки кода. Зеро-кодер это новая профессия, на которой можно зарабатывать от 200 тысяч рублей в месяц. При этом работать не только на российский рынок, но и зарубежный. Хотите конкретных примеров? Вот. Прямо сейчас вы смотрите на реальное приложение для фитнес-клуба, где есть расписание, можно записаться, отписаться, смотреть сколько занятий осталось. Его создали на конструкторе, по аналогии как сайты делают на тильде. И да, приложение рабочее. Уже есть в App Store и Google Play. Помните, как раньше всем нужны были сайты? Вот сейчас то же самое происходит с приложениями. Они нужны всем, но не у всех есть деньги на закупку целого штата разработчиков. И тут на рынке появляется профессия, позволяющая легко создавать приложения. Хотите поподробнее? Тогда записывайтесь на бесплатный вебинар от университета Зеро-кодинга. На вебинаре вы узнаете, как освоить новую профессию с нуля, даже если вы никогда не программировали. Обсудите план развития и увидите реальные примеры. Успевайте запрыгнуть в вагон трендовых навыков. Умеете запускать браузер? Тогда вы справитесь. Переходите по ссылке в описании и узнавайте, почему Зеро-кодинг – это новая нефть. А мы вернемся к нашей бешеной цифре в 148 миллиардов долларов ущерба от пожаров. Но что если я скажу, что такая сумма не за весь период, который вы видите, и даже не за 2020 год? Колоссальная сумма под 150 лярдов долларов всего лишь за вот этот период, за 2018. Но вы же помните, что это только топовые пожары. То есть за каждым годом там скрыто еще больше акров. Например, в 2018 было суммарно 8,5 тысяч очагов, которые сожгли по 2 миллиона акров земли. А вот эти названия типа Мендосина-комплекс – это такая давняя традиция американцев. Давать название природным катастрофам. Про ураганы вы знаете, я уверен. Вот оказалась с пожарами похожая бодяга. Расклад получился такой. Сам штат понес ущерб на 102 миллиарда долларов, из которых 60 – это прямой ущерб и затраты на здравоохранение. А оставшиеся 42 – это уже каскадный эффект в нарушении деятельности 80 отраслей промышленности штата. Но что немаловажно, еще 46 лярдов вышли за пределы одного штата и тряхнули экономику по всей стране. В то время как смертоносные лесные пожары уничтожили множество домов и другой физической инфраструктуры, вызванное ими загрязнение воздуха нанесло огромный ущерб здоровью людей. Поэтому из-за болезней в Калифорнии снизилась производительность труда. Замедление производства вызвало пульсирующий эффект для экономических цепочек поставок в Калифорнии, а также в других 49 штатах и на международном уровне. Оценить ущерб от пожара – дело непростое. Например, это исследование вышло через два года после события 18-го и принимали участие ученые из Китая, США, Британии и Норвегии. Потребовалось два года, чтобы прогнать по моделям, учитывающим повреждения электропередач, грузового транспорта, трубопровода и другие отрасли, зависящие от инфраструктуры. А что самое удивительное, оказалось, что экономические последствия ощущались в отраслях и в населенных пунктах, расположенных далеко от пожаров. Почти треть общих потерь произошли за пределами региона возгорания. В то время на тушение пожаров бросили 442 миллиона долларов. И это был весь бюджет пожарного агентства за год. Им и этого не хватило. Нужно было еще 234 мульта. Помимо этого, еще 10 тысяч пострадавших подали заявки на компенсацию в страховые компании, а это еще 845 миллионов. Ну и вот так вот при быстрой оценке ущерб от пожара составил полтора миллиарда долларов. И это только то, что было на поверхности. Потом, спустя время, СМИ увеличили оценки ущерба. Ущерб начал доходить до 24 миллиардов. Но исследователи же насчитали эффект, который в несколько раз выше. И я уж не говорю про первый подсчет СМИ. Когда страховые компании, политики и даже средства массовой информации оценивают ущерб от лесных пожаров в Калифорнии, они сосредотачиваются на гибели людей и прямом разрушении физической инфраструктуры, что, хотя и важно, но не является полной картиной. Мы попытались применить более целостный подход к этому проекту, включив в него ряд других факторов, таких как негативное влияние на здоровье людей, живущих далеко, и нарушение цепочек поставок. Все эти ученые преследуют крайне неблагодарную идею. Они почему-то надеются, что чиновники, увидев полный эффект экономического воздействия, по-другому начнут относиться к предотвращению пожаров и усилят работу по тушению. Например, сосредоточит усилия по предотвращению возгорания на территориях, расположенных с наветренной стороны от крупных населенных пунктов или вблизи важных объектов инфраструктуры, чтобы снизить воздействия и затраты. Или наоборот, организовывать так называемый рецептурный пожар, оно же контролируемое горение, когда устраивают небольшое управляемое возгорание, чтобы избавиться от ветхих и легковоспламеняемых растений, создать разделительную линию, чтобы предотвратить неконтролируемое возгорание. То есть сжечь немного сейчас, чтобы не сожглось много потом. Ну, на бумаге звучит все красиво. Если на нашем примере тотальный ущерб для экономики страны оценивается в 148 миллиардов, а годовой бюджет пожарной службы Калифорнии 442 миллиона, то может быть. Просто может быть. Если увеличить финансирование в 2-3 раза для предотвращения пожара в весенне-летний период, то можно сильно сократить причиненный ущерб от разрушения зданий, остановки экономики и, конечно же, здоровья и жизни людей. Почему мы уделили так много времени именно калифорнийским пожарам 18-го года? Потому что Кремль проплатил. У меня не было задач делать эмоциональную зарисовку тотального ада на Земле, перечисляя все пожары в мире. Возгорание происходит везде. Понятно, что много где горит, и горит масштабно. Вспомните, с чего начинался этот ролик. И вот лично наша база пожаров, которую мы просто не вставили в этот выпуск. Мы же на примере экономического эффекта калифорнийских пожаров получили знания, которые можно перенести вообще на любой случай в любой стране. Эффекты таких глобальных явлений очень сложно оценить полностью. Вы помните, что вначале оценивали в полтора миллиарда, а потом дошли до 24-х, и только через 2 года, через сложные модели, учитывающие влияние даже за пределами штата, получили колоссальную цифру в 148 миллиарда ущерба. И это при годовом бюджете пожарной службы в 4,42 миллиона. Можно вот этот пример брать и переносить на все другие пожары. За примерами далеко ходить не надо. В 21-м году в Якутии огонь прошел по 9 миллионов гектаров. Давайте переведем в акры, потому что... Агент Кустепа! Потому что все предыдущие данные у нас в акрах. Это под 22 миллиона акров. А теперь для сравнения. Напомню, что в Калифорнии в 18-м огонь прошел по 2 миллиона акров, и ущерб оценивается в 148 миллиардов долларов. У нас площадь в 11 раз больше. А последнюю оценку, которую мы смогли найти, это 1,6 миллиарда рублей. То есть 21 миллион долларов. 148 миллиардов, 21 миллион. 148 миллиардов, 21 миллион. Я понимаю, что нельзя так тупо сравнивать. Нужно учитывать ландшафт, близость к домам и инфраструктуре, да и в целом экономика Калифорнии сильно дороже Якутии. Но! Учитывая, как у нас работает официальная статистика, мое мнение, что даже если американцы, которые в принципе постоянно все считают, переводят в графики, статистики и модели, у них даже есть разные топы по пожарам, типа там самые масштабные, разрушительные, смертоносные. Притом не у СМИ и НКО, а на государственном сайте. Если их оценка оказалась в 5 раз ниже оценки исследователей, то, мне кажется, исследователи оценили бы ущерб от якутского огня в десятки раз выше, включая полную картину. Да и знаете, в целом 22 миллиона акров в выжженной земле звучит дофига. Для сравнения, вот столько леса горит во всей Америке в год. Давайте добавим сюда Якутию 21-го. Еще раз, вся Америка и только Якутия. И это понятно, почему на недавней конференции по изменению климата Байден выступил училкой, отчитывающей опоздавших на урок. Тут дед, правда, говорился, перепутав тундру с тайгой, но потом оказалось, что и у нас тундра тоже может гореть. И в целом, все гореть будет только чаще и везде. Тут гадалки не ходи, в 22, 23, 24 или 25 будут опять новые антирекорды. А все из-за учащающихся жировых волн. Это когда больше пяти дней держится аномально жаркая погода для конкретного региона. Вызывает беспокойство тот факт, что более сухие и жаркие условия в регионах, вызванные глобальным потеплением, повышают горючесть и пожароопасность растительности. Это привело к очень интенсивным и быстро развивающимся пожарам. Хотя местные погодные условия играют определенную роль в фактическом поведении огня, изменение климата способствует созданию идеальной среды для лесных пожаров. И Якутия стала хорошим и одновременно горьким примером. Ведь вроде бы небольшое нагревание Земли на 1 градус, но оно увеличивает периоды аномальной жары, которые случаются раз в десятилетие в 3 раза, а которые случаются раз в пятидесятилетие в 5 раз. То есть, грубо, каждые 3,5 года и каждые 10 лет будут происходить дни аномальной жары, провоцирующие масштабные пожары. То есть, не будут происходить, а уже происходят эти события. Точнее, происходили. Ведь мы сейчас находимся на уровне 1,1-1,2 градуса среднего нагрева Земли, то есть на пути к полуторам, а там нас ждет частота в 4 и 8,5 соответственно. То есть, каждые 2,5 года и каждые 6 лет. А случится это скоро? Ну, максимум лет через 8. При всех пяти возможных сценариях. А помогут этому деревья, которые после пожаров выбрасывают невероятное количество СО2. Вот он, порочный круг. Из-за СО2 повышается температура, что учащает волны жары, что учащает пожары, которые выбрасывают СО2, из-за которого повышается температура. И государства должны быть готовы к изменению баланса. Ведь игнорирование пожаров оказывается экономически невыгодно. Продолжение следует...